Всем привет дорогие подписчики и зрители канала Сместного Зарбаба, мы продолжаем проходить игру Resident Evil 2. Ну что же, мы с вами в прошлой серии познакомились и с Леоном, и с Клэр, добрались до полицейского участка, и теперь нам нужно с него выбраться. Для того, чтобы выбраться, нужно будет найти три элемента. Во-первых, здесь включается свет. Я сразу его включу, чтобы немножко было полегче, плюс надо будет обыскать сейчас ящики. Порох есть, патроны есть. Замечательно. Сразу перезаряжаемся, смотрим, что у нас здесь. В фильме представлено доказательство, не пропустите. В фильме. Так, красная трава есть. Так, а здесь как раз можно использовать эту вот пленку. Памятная фотография. В общем, получается, для того, чтобы получить третий элемент, да, нужен скипетр. Король держит в правой руке. Ну и книгу. Понятно. Сейчас тогда все лишнее выложим, чтобы нам не мешалось. Во-первых, ключ, не помню. По-моему, это еще из первой серии. Лишнюю траву. Порх, наверное, пока тоже выложу. Не буду их совмещать. Это если у меня будет проблема с патронами. Тогда, да. Пока вроде мы особо такой проблемы не испытываем. Ну и продолжаем идти дальше. Нам, по идее, надо будет теперь... лезть наверх. Вот собака. Я пока еще не помню, где мы с вами тогда в демке брали ключ-карту. Вот это вот я реально не помню. Так, здесь все закрыто. А, нет, здесь есть трава. Хорошо, путь закрыт. Ну, походу, где-то наверху, что ли, лазит. Так, здесь у нас требуется вентиль, но у нас его нет, понятное дело. Здесь у нас... Ох, бляха-муха! Все, я вспомнил. Он, оказывается, не с туалета у нас выпадывал, а со шкафчика. Надеюсь, у нас не проснешься, друг. А я не знаю никаких тут этих паролей. Патроны для дробовика, что бы нет. Пригодятся. Здесь у нас пусто. Инструкция к переносному сейфу. Нажмите кнопку, чтобы включить соответствующую лампочку. Чтобы открыть сейф, включите их все. Кнопки нужно нажимать в определенном порядке. Нажав неправильную кнопку, вы выключите все лампочки. И вот придется начинать сначала. Переносной сейф. Открыть снаряжение ТАП. Любой предмет можно смотреть с разных углов. Выберите его, нажмите изучить. Возможно, вы узнаете о нем нечто новое. А, ну короче, надо бы сейчас использовать... Открыть этот сейф, да? И какую кнопку нажимать? Короче, надо понять, какая из них будет первая, да? Так. Допустим... А, тут надо запомнить последовательность. А я и не помню ее. Так, раз. Подожди, это как раз вот эти вот. Вот так. Угу. Тоже не туда. Тоже не туда. Какая тогда... А, вот она. Ага. Вот это. Не это. Но можно, в принципе, оставить ее. Можно туда вот так оставить. Нет. Нет. Какая-то тут была кнопка. Да, вот она. Вот это. Вот это. Затем вот это. Понятно. Так. Два. Три. Четыре. Не помню, пятая какая. Не это. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Блин. А, в принципе, так пойдет. Ай-яй-яй. Так, раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Во, открыли. И что у нас здесь? Ммм, кнопка. Отлично. В принципе, ее можно будет оставить. Сразу поставить именно на место. Здесь вроде как я все обошел. Плюс ко всему. Надо будет сейчас все это дело выложить. Потому что у нас инвентарь и так уже получается забит. А потом мы с вами тогда отправимся на третий этаж. Да ты издеваешься, что ли? Слышь. Вы какие-то бляха-муха бессмертные. Это вообще не по чесноку. Как так, блин? Разбиваешь ему мозг, блин. А все равно в итоге получается, что он живой. Собака. Ладно, значит, травку выкладываем. Ну и, наверное, пойдем сразу сейчас поставим кнопку. А потом сохранимся. Бегаем, заодно прокачиваемся. Так, кстати, мы тогда можем с вами что-нибудь взять, да? Два. Здесь, по-моему, порох. Три. Ножик. Вот на три, конечно, я бы лучше ножик бы сейчас взял. Потому что здесь нужны... А, здесь патроны. Да, лучше я поставлю эту кнопку на троечку. Использовать. Потому что я могу и туда, и туда поставить. И ставим ее на три. И один, три. Один. Ноль. Три. Открываем. И у нас с вами есть нож. Если что, будем обороняться. Это же здорово. Замечательно. Патронов, правда, нифига нету, но... Зато уже хоть какой-то в этом есть плюс. Я предлагаю сейчас тогда нам с вами догулять и сохраниться. Надеюсь, ты, сволочь, уже сдохла окончательно. А то мало ли. Да успокойся ты уже, Леон. Все, хорош бегать. Сохраняемся. Отлично. Ну и теперь идем с вами на третий этаж. Не помню. По-моему, у меня уже была ключ-карта. Может быть, я где-то все-таки ее упустил. Так, патрончики есть. Хорошо. Перезаряжаемся сразу на всякий случай. Смотрим внимательно. Опять какие-то буквы нужны. Еще бы знать бы эти буквы. О, отлично. У нас с вами есть ключик. Хорошо. Ключик есть. Это хорошо. Какого? Понятно. Это более мощные противники, да? Так, давайте пойдем пока прямо, потому что мы в демки сюда заходили. А, здесь у нас завал. Здесь ничего нет. Всем выжившим. Тебе не повезло выжить? Тогда слушай внимательно. Берегись жутких ублюдков, с которых будто кожу живьем содрали. Мы их зовем лизунами. Они слепые, как роты, но с лихвой компенсируют этот недостаток острым слухом. Если не будешь бегать, как дебил, поля во все, что движется, то сможешь проскользнуть незамеченным, скорее всего. Короче, советую быть, как моя бабка, еле шевелить ногами рядом с ними. Ладно, было приятно поболтать, но труба зовет. А еще мне нужно отомстить за друга, Дэвид. Хорошо, Дэвид, спасибо за подсказку. Но у нас нет ходьбы. У нас есть только вот в такой позе. Тогда мы только можем передвигаться еле-еле. А если у нас ножа нету, то все, только такая ходьба, какая есть. Ладно, пока давайте собираем тогда, что у нас есть. Еще порох. Еще доски. Это хорошо. Можно будет заколотить окно. У нас еще целых два окна разбитых. Так, здесь проход у нас. Опа, а это статуя женщины. Чтобы ее получить медальон, надо будет, получается, там с вами что-то ей дать. Ага. Так, во-первых, у нас есть набедренная сумка, увеличивающая наш инвентарь. Чьи-то каракули. К черту этих корпоративных ублюдков. Они меня кинули. После всего, что я сделал. Но раз уж такое дело, будь что будет. Повеселюсь, пока весь мир летит в задницу. Я запер всех этих тупых свиней в загоне и заложил взрывчатку. А осталось только ее взорвать. И все. Саянора, придурки. Но нет, это слишком просто. Может быть, я дам таки тому поехавшему повод хорошенько повыть? Да, думаю, я вручу ему игрушку и скажу. Убей того, кто рядом. Или все погибнут. Интересно, что произойдет? Вы тут орете про правосудие и гордость. Но сколько раз вы шли против меня, вашего начальника? Да, ты хороший коп. Такой хороший, что тебе место в могиле. Черт, это вообще весело. Включу-ка я музыку. Короче, здесь у нас, получается, есть взрывчатка, но требуется детонатор. У нас его нет. В общем, получается, мы здесь с вами все обошли. О, еще патрончики. Замечательно. Патрончики, это хорошо. И мы вышли в библиотеку. Замечательно. Давайте попробуем здесь походить, посмотреть. Что-то как-то я здесь ничего не вижу. Леон, это Марвин. Срочно возвращайся. Ты в порядке, Марвин? Мне нужно тебе кое-что показать. Кое-что важное. Принято. Уже иду. У меня такое чувство складывается, что я все-таки где-то ключ-карту забыл. Так, прыгать ты у нас не умеешь. Понятно. Ну, в принципе, у нас на той двери уже есть ключик, так что мы можем спокойно пройти. Как раз в демке мы проходили и заходили туда. Наверное, пойду по второму кругу и найду ключ-карту. Воу! Воу! А вот такого в демке не было. Мы с вами не проваливайся вниз. Это 100%. Да чтоб тебя... Слышь! Фух, отлично. Самое главное, что интересно, да, остаются вон дырки от пуль. Надеюсь, они не исчезнут. Ух, это была жесть. Так, в общем, получается, мне надо будет сейчас как-то вас передвинуть. А-а-а, здесь нету этой. Понятно. А, удерживать. Слышь! Слышь! Вот тварь. Так, подожди. Я не смогу перейти. А чтобы мне эту сдвинуть собаку, мне надо будет, получается, ее опустить. Вот. Мне кажется, сейчас, в принципе, нормально. Хотя, не факт. Но, в общем, надо, получается, искать какой-то рычаг для этого. Слышь! Слышь! Что за бредни? Мне кажется, такое впечатление, что у них головы бронированы немножечко. То есть, я стреляю в них и повреждаю броню, броню головы, и потом все-таки я убиваю их. Жесть. Так, как раз я могу использовать ключ. Хорошо. А это ну что такое? Красная книга. Как интересно. Но мне нужны патроны, вообще-то. У тебя нет ключ-карты? Красная книга. Мне вообще тогда, получается, вернуться? Так, подожди, а у меня же, по-моему, есть эта, карта первого этажа полицейского участка. Еще нож. А вас нельзя как-нибудь вместе совмещать, нет? Черт. Ну, туда подниматься смысла нет, а там выход у нас какой-то. Это единорог. Подожди. Таб плюс Е. Нет, мне нужен блокнот офицера, вот. Единорог. Скорпион, кувшин и какая-то сфера. А, это рыбы. Ага. Замечательно. Медальон с единорогом у нас есть. Хорошо. Забрали. Уже что-то полезное мы с вами нашли. Что здесь? Карта верхнего этажа полицейского участка. Замечательно. А, так мы наверху сейчас находимся? Мне кажется, мы упали вниз и должны быть на первом этаже. Так, чтобы подняться по этому, Т нажать, да? Первый этаж. Но мы не на первом этаже. Мы сейчас на втором этаже. И третий этаж. Ладно, хорошо. Закрыто. Еще порох. Ну, вот сейчас, наверное, я порох буду совмещать. Потому что мне нужны патроны. Надеюсь, вы не встали. И не встанете. Да бляха, муха, да такого быть не может. Что за фантастика, блин? Кошмар. Это сколько надо в него патронов каждый раз вкладывать, а? Вот это жесть. Так, ну вроде я все тут обошел. Все посмотрел. Здесь ничего ты не берешь. Ладно, используй тогда ключ. А, так мы вот так вот вышли. Ага. Вон, ну что, Михалыч. Ну, хорошо. Ну, в принципе, здесь есть патроны. Это уже плюс. Замечательно. Чем больше патронов, тем лучше. Ну, раз мы здесь, давайте просмотрим все двери, которые здесь есть на этом этаже. Чтобы посмотреть, что они там закрыты, не закрыты. В общем, дать себе метку того, что... А, кстати, здесь лев есть. Лев. Давай смотреть. Лев. Лев у нас... Это лев, ветка и птица. Лев. Ветка. И птица. Замечательно. Второй медальон. Все здорово. Их, кстати, можно будет сейчас и поставить, эти медальоны. Блин, ну ключ карты я так и не нашел. Да ладно. А в демке было закрыто. Так, у меня все, у меня нет места. У меня нет места. Я могу так, кстати, открыть дело. Путеводитель по городу. Добро пожаловать в Раккун-Сити. Знаете ли вы, что наш город не только родина фармацевтического гиганта Амбрелла Корпорейшн, но и динамичный, развивающийся мегаполис с богатой историей. Данный проводник познакомит вас рядом с самых необычных достопримечательностей нашего города. Полицейский участок Раккун-Сити. Здание в центре города не всегда было полицейским участком. Ранее там располагался художественный музей. От той эпохи нам напоминают различные элементы оформления, такие как необычная часовая башня и статуя богини в центральном зале. Приют. В нескольких кварталах от полицейского участка расположен приют, построенный и действующий на средства Амбрелла Корпорейшн, а также ряда компаний и нерадушных граждан. Здание славится своим витражом, привлекающим туристов со всего света. Что за шум? Еще один сейф. Не, я не слышу щелчков. Я реально не слышу щелчков. Значит, должна быть точно какая-то комбинация известная. В общем, получается, есть путь сюда. Я думаю, пока лучше спуститься вниз. Все таким. Плюс у нас есть два элемента, которые, может быть, вставить, и надо будет поочистить нам с вами инвентарь. Ну, наконец-то! Подойди, взгляни-ка. Да! Я знал, что у нее получится. Вы знакомы? Да, это Клэр. Мы вместе приехали в город. Во двор можно попасть через второй этаж, по восточной стороне. Понял. Спасибо, лейтенант. Да, лейтенант, спасибо. Пока давайте вставлять элементы. Использовать. Значит, лейтенант был прав. Значит, лейтенант был прав. Да, но проход пока что закрыт. Да, пока что он закрыт, не хватает одного элемента. Нам нужна девка, но девка находится в другом месте. Так, что у нас там, кстати, по здоровью? Пока все хорошо. Лечение и восстановление. Когда вы получаете урон, индикатор вашего здоровья в нижнем левом углу меняется от хорошего до внимания. И, наконец, опасность. Если на индикатор играет опасность, скорее используйте зеленую траву и лечебный спрей, чтобы исцелиться. Пока не поздно. Пока у нас все хорошо. Это меня радует. Это меня чертовски радует. Так, выкладываем пока книжку. Нож пока тоже, наверное, выкладываем. Траву тоже выкладываем. Патроны надо перенести поближе. Так, ну, надеюсь, доски эти будут суммироваться. Очень бы на это хотелось, чтобы они суммировались. В общем, получается, ты говоришь, через второй этаж. Давайте, наверняка, пока сохранимся. И теперь посмотрим на карту. В общем, сюда мы попасть пока не можем. Мы шли отсюда. Здесь пока тоже все закрыто. Здесь сейф. Раковина. Пульт шкафчика. Оружейный шкафчик. А, так у нас еще три окна не забаррикадированных. Вот это вот забаррикадированное окно. Сюда смысла возвращаться нет. Плюс еще здесь окно у нас не забаррикадированное. Офигительное. Это инвентарь, это документы. Все нормально, все прекрасно. Ну, тогда пока идем на второй этаж. Все равно вариантов никаких нет. Особо. Если он сказал через второй этаж, значит, идем через второй этаж. А через второй этаж, получается, как раз отсюда. Используем как раз ключик. О, еще одна доска. Это я возьму. Объединить. Вот, можно объединять. Это хорошо. А то они будут просто занимать у нас кучу места. А здесь не хватает ручки. Все понятно. Арт-рум. Король. Статья «Красный камень». Рубин, манивший Эдуарда Черного Принца, это жемчужина, которую осушила властительница Нила, бриллиант, приведший королеву к гильотине. Каких только историй не складывали о драгоценностях. Этот таинственный красный камень – лишь очередной пункт в списке подобных самоцветов. Как и в случае с упомянутыми драгоценностями, мы не знаем, откуда взялся этот камень. Говорят, будто он украшал шкатулку дверянина и даже был посвящен мудрому монарху. Этой осенью окутанный легендами камень будет представлен на аукционе, где, конечно, соберется множество страстных энтузиастов. Но, дорогой читатель, не стоит забывать об осторожности, ведь в тени прекрасного кроется недоброе. Камень обратил многих дворян, прежде заботивших о своих поданных в тиранов ничуть не лучше каллигулы. И это не сказки. Правду говорят, что именно кровь, коей облиты эти самоцветы, будоражит сердца и умы людей по всему миру. Так, хорошо. У нас здесь есть король. Карта доступа. Вот она где только берется, получается. А, они поменяли месторасположение. Ну, в принципе, они и писали, что будет отличаться. Так, скиппи тут у тебя есть. Что это? Левая рука статуя. Блин, а я не взял книжку. Тихо. Подожди. Надо поставить. Вот. А книжку-то я не взял. Я не знал, что здесь уже потребуется книжка, поэтому давайте мы сейчас с вами вернемся. Я возьму книжку. Ну, что там 300 раз не ходить. Правильно? Ну, и к оружейному ящику, конечно, бы тоже не помешало бы вернуться, но, блин, он далековато находится. Там надо будет перелазить через окно. А, стоп. У нас же, по-моему, здесь должна открываться дверь. Точно. По-моему, здесь должна открываться дверь. У нас же есть ключ с таким знаком. Так, возьмем книжку. По-моему, с таким же знаком. Ну-ка, давай прогуляемся вот здесь вот. Ненужные вещи или использованный сюжетный предмет и помеченный значком можно выбросить. Для этого нажмите выбросить. Ага. То есть, он уже нам не пригодится. Слушай, это, конечно, интересно, но я бы мог бы лучше оставить его здесь у себя в инвентаре. Здесь, получается, ключ, который я взял, он, скорее всего, тоже, по-моему, помечен вот этим значком. Да, он помечен этим значком, поэтому... И мы его достанем и тоже тогда выбросим. Все, замечательно. Мы с вами открыли, получается, здесь проход и можем спокойно пройти. Я просто хочу забрать дробовик. Он мне явно потом пригодится. А мы как раз выходим напрямую сюда. Все здорово. Так, ключ-карту я, по-моему, не забираю, да? Нет. Не забираю. Патрон для дробовика. И сам дробовик. Его, наверное, поставим на тройку. А, он стоит на четверке, понятно. Автоматически, то есть, я не меняю, да? Ага. Хорошо. Ну, тут явно нужна, получается, нам с вами кнопка. Не-не-не, зачем? До свидания. У тебя нет никакой подсказки, блин, как открыть сейф? Чувак. Вот прям очень нужна подсказка, как открывать твои сейфы. Пока, в принципе, нас этого не научили, но, блин, может быть, научат. А может быть, и нет. Может быть, я как-то сам должен был догадаться. В общем, не важно. Идем туда обратно, сюда. Так, что у нас с инвентарем? Может, что-нибудь оставить? Оставлять нам нечего. Мы сейчас будем с вами книжку использовать. Можно было, наверное, только сохраниться. И, в принципе, на этом заканчивать серию. Но давайте сейчас посмотрим, что нам даст король. А потом уже видно будет. Скорее всего, на этом будем заканчивать серию. Итак, вышла неплохая. Много чего подобрали. Левая рука с книгой. Теперь можно будет поставить это дело. Скипетр. Это, конечно, интересно. Зачем мне скипетр? Я так и не знаю. Не знаю, есть ли смысл его сейчас с собой таскать. Я думаю, наверное, лучше его оставить. Думаю, да. Думаю, лучше мы с вами его оставим. Плюс, конечно, мы с вами еще сохранимся. Но если вам не интересно, то я, наверное, с вами попрощаюсь. Я все это сделаю за кадром. Так что на сегодня все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами Базарбабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok